Команда молодости Аши, команда под названием 33. Здорово, ребятня, с тобой великий обзор Арчибальд и обзор на фильм. Посмотрела фильм, советский фильм 1987 года, сделанный в СССР. Команда 34. Фильм рассказывает о салагах, про армию, короче. Полковнику Никитину поручено сопроводить группу призывников к месту службы на Дальний Восток. Боинский шалон идет туда несколько суток, и молодые люди постигают первые тяготы армейской жизни. Все, блядь! Вот такое описание. В общем, драма. Жанр драма, комедия. Ребятки, фильмы про армию советскую, особенно вот этот, Детский сад и Лепет. Я не буду рассказывать, что суть фильма, но я скажу всю концепцию. Да, я скажу ту золотую середину этого фильма. Сказка. Такая это сказка. Детский сад, который сейчас вот есть в армии, да? Служит всего лишь год. Да, это сказка. Детский сад. Жопу подтирают. Вот только в этом фильме, где служили два года, блядь, а не год. Сейчас то же самое. Все друг к другу улыбаются, все вежливые. Как в библиотеке. Пусти, пусти, пусти. Поставляй, сука, жопу, блядь. Будем тебя покерать вот так. Кереть. Любой чувак, который служил два года, он возьмет и плюнет в морду этому режиссеру, который снимал этот фильм. Николай Гусаров, естественно, режиссер, скажет свое оправдание. Мы не хотели сделать из фильма гидовщину и еще что. Хотели показать, что армия это все хорошо и стоит служить, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Это же, естественно, фильм пропаганда. Естественно, чтобы те молодые ребята тех летущих с СССР далеких, да, смотрели этот фильм и это было пособие, что все хорошо, ребят, иди, 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 иди. А то, что там убивали, там еще что-то там, сажали в тюрьму, издевались, да, дедовщина своего рода, да. Нет, об этом никто тебе не будет говорить, никогда, нигде, запомни, никогда, даже сейчас в армии есть дедовщина. Все это есть, но оно уже не так, конечно, оно уже так скрытно, так все. Сейчас уже, конечно, жопу потирают. В общем, фильм, честная херня, он не раскрывает до конца тему призыва, вояки. Я думал, вот-вот, вот они приедут, они сейчас сядут, смотрю, фильм идет, ух ты, час, сколько он идет, час, 24, да, восемь, восемь, четыре минуты идет. Смотрю, так, они все их, каждого призывника и рассказывают историю, то-то-то, да, о, ну, интересно, как они там на призывной комиссии, вся херня. Все, сажают их в поезд, окей. Десять минут едут, двадцать минут, сука, уже полчаса, уже сорок минут фильма, они все едут и едут. Когда, сука? Они уже приедут. Приедут уже, я думал, они их уже подстригут, бля. Их должны были подстричь изначально. Короче, детский сад, они фильмы. Поэтому, советовать фильм я не буду. Ну, если кто, просто вспомнить классику, те, кто служит два года, да. Ну, и то, тут смотреть нечего. Тут реально смотреть нечего. Так не служат. Там пиздюлей таких вставляют. И вот, чтобы они вот так веселились, хокотали и так далее, выебали бы сразу бы, просто в поезде бы. И выкинули. Армия эта мини-зона, запомнили. А те годы были вообще колония, просто колония. Рейтинг у фильма сколько? Ну, ближе к восьмурочке. 7 баллов, грубо говоря. Рейтинг фильма по хину поиску. Ааа, реклама скриптая. Хер с ним. Поэтому. Посмотреть и забыть. Все. Чисто посмотреть на советскую эпопу. Какая была молодежь, что он насилие, да, вот и так далее. Себя лайк, джизлайк и подписон. Покидывай, ребятки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Всем пока. Продолжение следует.